всем привет меня зовут илекс и вы смотрите рубрику айти борода шорт специальная рубрика которая сделана для и него клаба это через эту рубрику вы можете узнать более подробно о том как развиваться в той либо иной профессии войти собственно сегодня у нас артем багрицевич привет всем привет chief software инженер компании ipam и артем нам расскажет про то как разрабатывать под android то чем ты задаешься это то чем я занимаюсь каждый день обожаю android как-то ты с грустинкой это говоришь нет абсолютно без грусти просто все больше и больше флаттера приходит всяких прострелом и тоже нужно говорим перед тем как поговорить про android расскажи как-то попал в профессию в профессию попал случайно можно сказать так потому что в универе я учился на радиотехника и электроника и так землю это бкур наш белорусский топовый радиотехнический университет шел причем я принципиально на радиотехника это не так что там я хотел на фокасис какой-нибудь на компьютерные системы и сети а попал там случайно на фрэ я попал на фрэ осознанно я хотел заниматься железками мне всегда это было очень близко и кстати здесь это мне помогает потому что у нас есть типом гараж который и пом мы и 3 лап сейчас называется и там они реально очень крутые штуки с железками делают ну вот собственно занимался занимался железками но где-то на втором курсе мне что-то захотелось попрограммировать вот не знаю я наверно в такую компанию еще попал с ребятами которые увлекались там программированием плюс это не мудрено ну да гуир плюс основа алгоритмизации программирования был курс и еще какие-то там курса попал к программированию и в школе у меня бэкграунд был совсем плохой не особо я научился код писать да но это частая ситуация я кстати в россии учился и суда тоже тяжело переезжал выдавал и егэ и ct то есть вы лежал красный момент был дать я как раз вот тогда переезжал и реально было напряжено и базы по айтишки по программированию у меня как такого и не было поэтому вот вы не верим не очень зашло я начал как-то осознавать как это как писать код потом там java пошла с новой алгоритмизации уже в прошлое ушли я начал больше в о.п. мыслить и уже в это время примерно я начал подыскивать себя какую-нибудь первую работу чего-нибудь что угодно на самом деле и тут попадается мне вакансия unity разработчика все шарп все шарп да и я такой ну типа оси шарп как джава пошли в общем пошел на си шарп начал заниматься писать игры кстати мобильные и естественно мы писали мобильные игры мобилка здесь потом это был небольшой стартап и как-то так получилось что мне пришлось написать еще что-то нативно под android уже на джаве потом но в те годы я сейчас blackberry портировал старую игру на android там на blackberry тоже был java код и core логика была на джаве поэтому пришлось вот таким позаниматься в общем-то интересный опыт и потом когда я уже переключился на android я уже плотненько писал на джаве я нашел на фрилансе компанию которая согласилась меня взять таким начальным разработчиком это японская компания не знаю существует ли она до сих пор но вот как-то я к ним туда попал чудом и начал разрабатывать софт для умных ошейников для животных вот так вот вроде на на андроиде да было приложение которая по bluetooth общалась с умным мошенником для животных и там определенные параметры животного считывала там и определяла уровень настроения поскольку это япония то интерфейс был прям максимально вырви глаз там смайлик здоровенный на целый экран и прочее такое плюс много иероглифов документация там кое-чего на японском в общем прикольно было естественно писал жуткий говнокод до сих пор стыдно типа ребята извините я я не виноват вы знали кого брали вот после этого начали искать человека который в той же компании начали искать человека который имел опыт с шарпом я имел опыт с шарпом как ты понимаешь и меня посадили на windows forms где мы начали фигачить приложение для печатного цеха вот знаешь сейчас есть сервисы которые там футболочки печатают заказывают вот там вся система там логические контроллеры там охладители принтеры там сканеры qr-кодов и прочее все это подсоединяется к компьютеру и там этот софт как-то работает вот это было не классическое windows форм в приложении скорее что-то на базе webview ну и в этом webview что-то крутилось и я в основном занимался интеграцией с периферии то есть со всеми принтерами сканерами там и прочим таким вот после этого мне было собственно интересно все равно вернуться в мобилке windows forms это круто но что-то у меня уже душа лежала к мобилкам и я начал искать и тут в универе у меня же преподаватель предложил говорит вот у нас проект по вибродиагностике на давай к нам помоги на это написать приложение к андроидов скую выбора диагностика и вибродиагностика да ну это по-разному как бы так объяснить в общем оборудование обычно издает какие-то вибрации особенно если брать какие-то подшипники крутящиеся части те же ветрогенераторы которые генерят энергию и вот сейчас эта компания уже развилась она как раз и работает с турбинами и ведрогенераторами собственно там смысл заключался в том чтобы снять вибрации с какой-то определенной точностью с определенных частей и дальше их отправить на сервер и сервер там по кинематическим схемам там определял там фурье все вот это причем здесь мобильная разработка а мобильник было решено использовать как некий девайс который будет с пользовательским интерфейсом и первый вариант был супер лютой мы короче взяли мобильник самый дешевый где-то купили там на рынке жданович и там поехали 40 баксов и просто поставили его как экран крышку заднюю вскрыли полностью распаяли все просят просто все распаяли от динамика шли провода от там звукового разъема вот sd-карты и sd-карт она подключалась одновременно к плису fpj еще по-английски называют собственно и напрямую к мобильнику и получилось так что они шарили между собой одну sd-карту и мобилка могла давать команды плису который был подключен к суперчувствительному акселерометру он там все это записывал мобилка могла считывать с карты и потом отправлять куда-то вот кстати в мобилка еще один плюс она как и модем может использоваться и отправлять данные собственно после этого было решено написать еще одну приложению которая уже напрямую с акселерометра мобильного девайса берет данные написал оказалось что это пустая трата времени потому что акселерометр мобилки выдает там максимум 100 герц что вообще критически очень мало для вибро диагностики там килогерц и нужны вот поэтому на этом а потом мы еще решили звук записать и точно также анализировать звук и вот мобилка описала потом звук по моему до сих пор они эту приложение у себя и хранят в какой момент в ипам попадаешь в ипам я попадаю после того как я заканчиваю универ потом я еду в россию не попадаю в армию возвращаюсь сюда сюда я решил вернуться потому что у меня уже здесь девушка была сейчас моя жена а вот да и в принципе как-то не хотелось в россии уже привык здесь жить 10 лет на данный момент вот и собственно начал уже после того как вернулся искать вакансии походил по куче собеседований ну попал ипам почему-то понравился мне их оффер я уже на самом деле и не помню ты сюда приходил как кто какой должен я сюда приходил как мидл разработчик частый чиф сейчас я чиф пару слов буквально о том чем сеньор отличается от чифа смотри прикол в чем у нас чиф это выше чиф это выше чем сеньора сеньор это человек который просто способен самостоятельно драйвать какое-то решение решает решать задачи которые перед ним поставлены и от него особо наверное не требуется какого-то управленческого опыта он уже должен непосредственно ментарить кого-то на проекте и в принципе все ипами больше таких супер требований к сеньору нет хотя на самом деле сеньоры могут уже заниматься и лидской какой-то работой и вообще я считаю что на асессмент нужно идти уже асессмент это наша процедура повышения вот этого уровня уже когда ты чувствуешь что ты на своем месте выполняешь немного больше работы чем от тебя требуется но и собственно сеньоры как раз таки растут они начинают например управлять проектом и в какой-то момент думают а вот пойду-ка я на лида и все я пошел на асессмент на лида уже после сеньора когда я уже управлял довольно крупным проектом у меня было 14 разработчиков в команде это android и это реально очень крупный мобильный проект потому что обычно мобилки это там пять максимум вот хотя в поместье гораздо больше проекта там и по 30 человек сидят работают да ну как тебе сказать иногда когда заходишь на кухню думаешь что работают работают да окей и дальше ты начинаешь еще больше развиваться там начинаешь в присоела каких-то принимать участие начинаешь больше там интервью проводить асессменты проводить сам и в какой-то момент думаешь а чё бы это на чифа не пойти что чиф делает он программирует управленец чиф это абсолютно новое точнее моя ветка это абсолютно новая ветка advanced software engineering не так давно появилась випам и вот я один из первых ребят которые прошли этот асессмент он отличался сильно типичных ассментов именно тем что пришлось писать код обычно на ассменте ты просто отвечаешь на вопросики а тут ребята во первых за два дня отдают таск ты его решаешь и потом еще напрямую на ассменте пишешь этот код составляешь еще архитектуру и от тебя уже требуется немного тише и то есть ты должен чуть чуть больше знать я например специализируюсь на андроиде но таск который мне дали на ассменте был с клауд на эти решения это похоже и на архитектора и на ну вообще это не позиционируется как архитектор у нас есть solution архитекторы которые как бы отдельно в отдельной ветке чиф это человек с экспириенсом в больше более чем одной технологии то есть заявлено у меня опыта больше чем в одной технологии успел с разными вещами поработать и опыт должен быть довольно глубоким то есть технически то есть технически глубоко ты должен знать от solution архитектора ожидается что он гораздо шире знает больше solution архитектор смотрит на лес целиком он смотрит на корневую систему конкретно он смотрит прям причем ни одного дерева во нескольких деревьев которые прям где-то рядышком растут скажем так давайте про android окей разрабатывается разрабатывался разрабатывается сейчас окей android появился давно когда я начинал версия android было где-то там вторая наверное или третья может быть максимум сейчас уже 12 вот на подходе уже уже скоро скоро совсем появился он наверное как какая-то конкуренция айосу и на самом деле не помню что раньше появилась а если android наверно я не знаю я тоже не знаю вот как-то не задавался никогда вопросом но тогда много было всего набери своя ось было да да был был земли blackberry symbiont а вот кстати когда я начинал когда начинала разрабатывать под android то я как раз таки с симбионом ходил еще такая старая nokia толстая у меня было и собственно когда я купил свой первый смартфон я прям очень счастлив был что наконец-то могу пописать что-то под него конкретно он появился как операционной системой мобильная рассчитанная на какие-то более бюджетные наверное девайсы он всегда позиционировался не как что премиальное как айос например хотя сейчас смотришь на цены мобильников которые на андроиде и думаешь да привет привет я думаю некоторые девайсы и далеко далеко дороже чем андроид только на мобилках используется есть android things такая штука которая сейчас уже закрыта и там в большинстве случаев конечно же на мобилках но я также встречал и на каких-то умных часах android какой какие-то там урезанные штуки и на каких-то других девайсах android авто есть android автомобиль машин да но это немного немножечко разные вещи мобильная разработка под android какие языки программирования используются в основном для нативной разработки вообще традиционно использовалась java собственно с которой я в android и пришел сам андроид им тоже на джаве написано сколько да это оттуда пошло я не знаю какая здесь связь на самом деле java да и естественно под android поэтому мы можем писать на любом языке который над живем работает скала котлин и груди не знаю все что работает на живем ну живем же мы уже в предыдущем выпуске разобрались виртуальная машина города виртуальная машина джава но так сказать инструменты разработки развиты сильно только под джаву и сейчас котлин потому что котлин это действительно сейчас номер один язык в android разработки на джаве пишутся только какие-то легаси старые проекты ну продолжают поддерживаться так скажем все новое пишется исключительно на котли не и тут стоит отметить что это связано с тем что android ограничен версии джавы то есть мы не можем там 11 джаву например втянуть и писать на 11 джаве мы ограничены там максимум восьмой версии это lts по вам следить вот максимум и поэтому нам всегда было очень тяжело жить джава почему ограничено ну просто платформенно не поддерживается под android выше 8 или до 8 достаточно старая раскрыть до 8 это довольно достаточно старая плюс я бы даже сказал 8 и не везде потому что android он развивался много версии и одна из проблем android разработки как раз таки это такая сегментация что очень много девайсов на огромном количестве систем там со второй версии далее а нам когда мы пишем код нужно поддерживать все предыдущие версии тоже и собственно как бы так лучше рассказать то врач это папа боль до года это это больно действительно поддерживать столько всего потому что иногда прилетает по без баги с какого-нибудь там xiaomi или там asus а какого-нибудь хитрого которые пишут кстати еще софт на этот android который там убивает ваше приложение еще что-нибудь делает джава на андроиде было так сказать не лаконично она уже утратила свою лаконичность потому что мы смотрели на новую джаву где там уже лям до используются где там уже стримы еще отчета а у нас в в нашей старой джаве как-то нету ничего такого крутого и нового поэтому котлин это как такой глоток свежего воздуха где мы можем уже и лямбда без всяких костылей и я кстати могу рассказать у нас была библиотека ретро лямбда называлась на андроиде которая чисто импортилась в проект чтобы какие-то подобия лямбд мы использовать в джавовых проектах вот сейчас естественно она уже не нужна какая-то версия котлин она соответствует какой-то версии джава по функционалу как бы так объяснить котлин он компилируется да в джава ну то есть под капотом какая-то версия джавы до используется в любом случае и у вас в вашем случае это вашем восьмое джава минимум да да в нашем случае это так но котлин имеет свой синтаксис и он этот синтаксис потом преобразует естественно под капотом в джавовый синтаксис и и все это компилиться в точно такой же джавовый байт-код как и в случае с джавой ну джава версии для нас тоже в байт-код компилиться почему почему нельзя то у котлина есть совместимость мы указываем с какой версии джава мы сейчас работаем то есть там таргет там вершин а верхнем уровне синтаксис один тоже стра на верхнем уровне синтаксис один тот же дан это реально круто и и я бы больше даже сказал котлин это не совсем про джаву даже потому что он работает поверх и других систем ну языков точнее то есть он и с lvm может и с джаваскриптом и в принципе если так на котлин посмотреть я вижу что он развивается как нечто мультиплатформенное а не как замена джавы то есть если сравнить его с той же скалой например или какими-то другими попытками то это не совсем то поэтому мне странно читать какие-то холиварные статьи от джава разработчиков которые пишут что котлин хуже чем джава например и приводят там аргументы что джава развивается нам не нужен котлин ну как бы котлин тоже развивается и котлин не привязан собственно так сильно гвоздями джаве как все думают хорошо у нас плавно интервью превращается из андроида в котлин короче котлин ну окей джава котлин кроме этого есть еще не на это это нативная технология которая прям работают как надо и до все все можно не делать есть еще не нативные всякие штуки да есть еще раз кросс платформенные фреймворки на которых можно разрабатывать под android и и не только под android а сразу же и подоёс какие популярны самые популярные это react native наверно где на джава скрипте можно все писать флаттер сейчас набирает очень сильно популярность там язык дарт из такого еще есть к самарин которые уже дотнет форевер до дотнет форевер но наверное уже он послабее он уступает и есть какие-то лоу код например решение где ты можешь просто в браузере мышкой натягать себе приложение к например флаттер сейчас вот я видел везде сделали свое решение не помню как она точно называется он там можно прям мышкой натягать нужные компоненты то есть любой справиться прямо выставляешь какие действия на какие экраны ты переходишь и пожалуйста нужно запилить чем отличается разработка на нативных языках от разработки на вот этих кроссплатформенных штуках типа дарта и react тут во-первых она все работает немного по-разному то есть если мы берем какие-то решения кроссплатформенные джесны как там на кордове которые базируются фонгэп и и прочее то они рисуют веб-вьюху и внутри в пьюхи как-то там как это уже сложно пошло окей то есть кордова то штука которая берет просто сайт джаваскриптовый и оборачивает ну типа того да она она естественно работает помедленнее но в принципе сейчас на современных девайсах это норм вот когда я работал в компании где unity разработка была мне нужно было сделать один прототип на кордове как же она педалила я просто тогда подумал господи кроссплатформа нет только натив форме на и решение они тормозят работать не так быстро тогда тогда не так быстро работали сейчас я на самом деле смотрю на тот же флаттер и не сильно то там и разница какая-то большая есть именно поэтому сейчас при сейл и если проходит большая часть предложения это флаттер или реактив почему флаттеры реактив лучше потому что просто потому что это класть по кроссплатформы может сразу да и можно можно сэкономить в некоторых случаях не потому что там проще делать санет там не проще но можно сразу же на несколько платформ до шарит код ну и плюс со стек разный то есть если у тебя есть в компании javascript разработчики почему ты должен там флаттер использовать например бери реактив и вперед вот ну и плюс нативная разработка она более сложная ты должен понимать всякие жизненные циклы системы всякие какие-то нюансы и она используется сейчас в основном если нам нужно какие-то сложные вещи например там работаю с видео аудио стримами камерой еще еще какими-то вещами то есть то что он в любом случае нужно будет лезть в систему потому что если мы говорим про кроссплатформенные фреймворки у них все равно есть так называемые бриджи которые такой мостик в систему и им все равно придется писать эту логику работы с там камеры еще чем-то то есть самостоятельно но если это сложная логика хотя просто там подтянуть страничку из интернета и отобразить это вполне себе то есть флаттер я я я даже думаю что если бы я сейчас хотел какое-то свое маленькое приложение написать для себя я бы выбрал наверное флата но если бы это было что-то сложное не оба однозначно тебя не смущает дарт как язык программирования знаешь я пробовал писать на флаттере я написал даже небольшой движок для рисования ну просто для себя побаловаться мне в принципе понравилось котлин все равно для меня приятнее чем дарт но язык как язык со стороны кажется я с мобилками не работал никогда и стороны кажется странной ситуации что популярность набирает фреймворк на языке на котором мало кто работает ну объективно типа нажал скрипте работает дофигище людей и почему не все пишут на react на эти и почему люди пересаживаются на дарт на вопрос из разряда почему люди перестают писать на сип плюс плюс и переходят на раст ну да не на самом деле дарт прикольный язык и я писал на разных языках я не могу сказать что он намного там хуже чем что-то он не намного хуже чем котлин по синтаксису на нем все также приятно писать но все равно котлин мне ближе скажем так хорошо многие будут понимать что такое веб разработка я думаю многие знают наслышанную сайтики странички все это очень близко чем отличается мобильная разработка от обычных веб-проектов например сильно ли отличается кесть особенностью мобильной разработки да если мы берем мобильную разработку у нас сразу же целая куча разных размеров экранов девайсов операционных систем и если в вебе у вас несколько браузеров то ну и естественно тоже разный экран но там уже все давно продумано все это адаптивно то здесь не забывайте вы еще можете телефон поворочить портретные в ландскейпный режим и все это должно быть поддерживаться плюс сейчас популярные еще всякие там ночные темы плюс если мы говорим про мобильный девайс то в большинством случае в большинстве случаев заказчики хотят какие-то фичи этого девайса использовать там qr-код какой-нибудь отсканировать камерой или там nfc считать с работа с аппаратным да то есть нам в любом случае нужно работать с чем-то аппаратным до вебе такое гораздо реже встречается естественно вот что еще про сам фреймворк андроидовский рассказать он тоже имеет свои особенности нам нужно знать про жизненный цикл активити принципе если говорить про какие-то архитектуры про такие моменты то они схожи я вот недавно разговаривал с javascript разработчиками и в принципе как-то архитектуры мы начали о них разговаривать и я нашел очень много похожих моментов вообще люблю разговаривать с разными разработчиками из разных стеков и находить что-то такое общее недавно в прошлом году даже делал обзор свифта и котлина сравнивал и даже написал кусок кода который компилится их на свифте и на котлине там буквально одна буковка разница в ютубе можно глянуть надо в ютубе можно глянуть на канале мобайл пипл делал про протокол ориентированное программирование в котлине потому что это популярного и оси вот что касается я уже забыл на самом деле чё там за вопрос-то был особенности 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 создаваться под мобильные формы тут у меня сразу вопрос такой есть насколько тебе как разработчик под мобилки нужно знать особенности работы android операцию операционной системы android ну естественно нужно знать нужно знать какие-то вещи про ограничения системы в основном то есть android сейчас очень ужесточает закручивает гайки так скажем казалось бы вроде как в телефонах оперативки все больше и больше там ресурсов чем у него батареи это не больше и больше батарейку то хочется как бы под подольше держать и все думают о батарейке и поэтому все время как-то пытаются унизить разработчиков и там посадить ваше приложение в такую тюрьму грубо говоря бакета называются вот и сейчас по приоритету если пользователь долго не использует ваше приложение например она попадает там в самый самый угол и там сидит без доступа к интернету без доступа к пушам там еще к чему-то ну то есть там сильное ограничение и в принципе даже если просто раньше мы могли взять запустить там гео локацию какой-нибудь следить за пользователем тот в двенадцатом андроиде пользователь например уже вообще может в помешинах прям указать что я не хочу давать точное свое положение я вот примерно там в области но вышлю вот по-честному а а вам такая разница разработчикам очень тяжело с таким мириться потому что запросы от заказчиков обычно требуют того чтобы мы как можно быстрее реагировали на изменение гео локации вот сейчас например когда приложение находится в бэкграунде мы в принципе там раз в несколько минут можем получать такие сообщения чего недостаточно есть возможность видит форграунд сервисов но опять таки это нужно на фидентификацию для пользователя показывать и какие-то вот все время ворка раунды находить вот поэтому важно все таки знать о разных моментах системы именно хорошо с чего можно начать для того чтобы вникнуть в андроид разработку прям какой язык программирования уже поняли kotlin можно брать ну тут тут на самом деле нужно бы подумать и про джаву а потому что все равно kotlin kotlin нам но исторически на андроиде использовалась java и нужно понимать когда ты пишешь kotlin код вот под jvm как работает под капотом он потому что там джава да а там под капотом жало то есть берем java какое программное обеспечение нам нужно айды ешки да и да и тут в принципе один выбор android студия и то есть не идея нет ни идея зачем android студия специально создана для android разработки она по две капли воды похожа на идею а чем отличается от идеи просто и казалось бы там и там java зачем отдельная денежка нет и дэшка нужно потому что в android студии есть возможности удобно смотреть проект есть возможности работы с ресурсами с layout ами с какими-то именно android специфическими штуками то есть она оптимизирована под android разработку есть android профайлер например который позволяет не то что дебажить просто там смотреть какие запросы у тебя в сеть идут ты можешь прям выделять эти области смотреть какие запросы были какие эмулятор один так понимаю тоже нужен все прям реально можно можно прям реально на девайс устанавливать может можно и без эмулятора если у тебя есть android девайс можешь эмулятор поставить он в принципе уже хорошо работает то есть дебаг так и происходит подключается девайс и запускается в режиме дебага и смотрит да и прям тыкаешь реальный прям тыкаешь реально не на самом деле я и люблю android разработку именно за то что ты мгновенно видишь результат ты написал что-то запустил опа и она у тебя здесь и ты прям потрогать даже это прям в прямом смысле потрогать руками можешь и что прикольно еще в андроиде ты прям может вроде как компельнуть сразу залить себе другу и за установить мимо сторона до мимо прелом мимо этих мимо магазинов приложениях окей значит берем java берем android studio берем какой-нибудь телефон до берем телефон собственно нужно чтобы естественно это java было установлено ну и environment настроен переменное окружение все дела как при обычной java разработки это сложно все делается или как обычно далее 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 готова на самом деле если мы выбираем скачать android studio например с официального сайта developer android ком то он нам устанавливает прям все сам отлично есть не суперсложно причем на разных платформах и на винде и на она без банки то бесплатно хорошо знания какие нужны для того чтобы начать то есть вот прям для джунов скажем что нужно знать джуну чтобы начать работать и устроиться на работу джуна нужно знать много я хочу сказать что лет десять назад когда я начинал джуну нужно было знать мало я в принципе мог почитать документацию джун его почитать документацию моё почтение 10 лет назад джун и были не те да я мог просто почитать документацию там чуть-чуть написать несколько приложений уже в принципе претендовать на джуниорскую позицию в какой-то компании сейчас же очень сильно развивается сам фреймворк, развиваются библиотеки вокруг. Сейчас архитектуры уже появились в Android-разработке, сейчас уже какие-то шаблонные решения нужно знать, какие-то базовые библиотеки, которые, собственно, используются. Какие? Библиотек много. Ну, что бы ты спрашивал? Во-первых, нужен тебе в команду Jun. Сказали сверху, надо Jun. Окей, я бы спросил Retrofit, такая библиотека для работы с сетью, если мы хотим что-то стягивать. Можно спросить про библиотеки, которые картинки загружают, тоже довольно популярный кейс. Это Glide, например, или какой-нибудь Coil, Kotlin, Image Loader. Плюс я бы спросил однозначно какие-то библиотеки для работы с стримами данных, потому что это тоже очень популярно. Сейчас все такое реактивное становится, и либо RxJava, либо Karutin, Sflow, что-то из этого. Что еще такого важного? Ну, естественно, я бы спросил про Android Framework, про SAM, и библиотеки, которые вокруг него крутятся. Например, ViewModel, которая создана для того, чтобы MVVM имплементить, хотя на самом деле с ViewModel и с MVVM архитектурой она не очень-то связана, просто переживает кое-какие состояния. Плюс какие-то базовые библиотеки для навигации, для какой-то работы. Хорошо. Ты уже сказал, что нужно знать библиотеки, в том числе и по Kotlin. То есть ты ожидаешь от Juna знания и Java Kotlin? От Juna уже ожидается знание Kotlin. ОП? Да, конечно. ОП ожидается. ОП — архитектурные штуки. Знание отличий версии Android? Я бы не сказал, что нужно прям знать, чем версия от версии отличается, но нужно знать, какие есть требования при разработке на более новые версии. Например, в шестом Android у нас появились помишены. То есть раньше мы могли все делать без ведома пользователя, теперь мы должны напрямую запрашивать пользователя разрешения. И если мы этого не запросим, приложение скрешится. Понятно. Вот. И эти штуки нужно знать. И нужно же знать, и нужно следить, в принципе, за развитием с точки зрения девелопера, развитием системы. Какие конференции, может быть, можешь посоветовать и вообще источники информации для тех, кто входит в Android? Вообще, я бы хотел немного прорекламировать свой курс в сообществе Rolling Scopes. Ссылку оставим. Да, ссылку обязательно оставим. Я, собственно, один из организаторов Android Stream'а в Rolling Scopes. И там у нас учится огромное количество ребят из всего СНГ. Там у нас такой комплексный подход. Мы и Java даем, и Kotlin, и Android, и все важные библиотеки. И вообще все, что нужно. Если все-таки почитать что-нибудь, есть ли? Почитать. Такого прям базового? Если брать по Kotlin, есть крутая книга Kotlin in Action. Kotlin в действии на русском. Но нужно брать посвежее, потому что Kotlin развивается, и кое-что может меняться. Что еще такого? Я бы не советовал брать книги по Android разработке, потому что Android вообще прям летит в космос, быстро-быстро развивается, книги устаревают мигом. Какая-то база, да, но что плохо в книгах по Android разработке, ты можешь что-то старого и ненужного черпнуть и писать уже не так, как принято сейчас. Что касается каких-то интернет-ресурсов, я бы порекомендовал Android Broadcast канал. Кирилл Розов, кстати, бывший ипамер, ведет его очень крутой канал по Android разработке. Я бы порекомендовал официальные гугловские всякие каналы, девелоперы Android.com, потому что документация Android реально крутая, и можно пользоваться. Я из конференций, по-моему, тоже. Русскоязычные, может, какие-то? Русскоязычные, Mobius. Mobius, знаем, да. Отличная конференция, да. Mobile Optimized тоже я вот, кстати… Даже в Беларуси проходила раньше. Да, это минская наша конференция. Я в программном комитете даже там состою. Будут еще проводиться? Да, планируются. Отлично. Да. Сейчас такое время нестабильное, поэтому мы еще думаем онлайн, оффлайн. Ну, точно что-то будет. Пашка, лет 0 до 10. Оцени степень сложности вхождения в Android разработку. Я думаю, восьмерочка. Довольно сложно. А десяточка что было бы? Десяточка? Это какие-нибудь жесткие плюсы там. Окей. И за что ты любишь свою работу? Я люблю свою работу за то, что я могу общаться с кучей крутых людей. Мне это безумно нравится. Могу развиваться, потому что сейчас я могу участвовать в пресейлах, интервью, ассессментах. У меня целая куча разных активностей, помимо моего основного проекта. Но и основной мой проект прям очень доставляет много удовольствия. Работаем с VaporTC, аудио-видеостримами. Прям очень крутой. Хорошо, спасибо. Это был Артем Багрицевич, Chief Software Engineer компании EPUM. Да. И вы только что просмотрели выпуск про Android. Надеюсь, вы теперь лучше понимаете, куда вам нужно двигаться. Оставайтесь с нами. В следующих выпусках вы узнаете о новых крутых профессиях. Это было IT-Boroda Shorts. Всем спасибо. Пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok